Отказывающегося пить воду, как мужчин и женщин, есть такая программа в интернете, найдите, она называется Water Balance. Там зайдете, в Water Balance, и там будет введена ваши параметры, вес, возраст, активность. И ваша задача посмотреть, сколько вы пьете воды. Вот я, к примеру, начинается мое утро. Сейчас я покажу. Вот начинается утро, я бросила все, было, вот мне высвечивается вот такая фигурка, девочка, да? Я утром встаю, у меня как минимум воды, вожу я литр 200 воды, и смотрите, я пополняю, видите, пополнено. Девочка мне сказала, молодец, я попила эти водички. Люди пьют кофе, чай, разные напитки, да? Выпить сначала воды, почему? Потому что когда мы выпили воды, по малой кривизме желудка, вода стекла, сфинкли не закрылись, и там все помыли. Кто любит кофе, пожалуйста, пейте кофе, но честно запишите, что я выпила чашку кофе. Смотрите, что с водой. Видите? Вы же литр 200, а у вас, я пью воды. Я говорю, смотри, ты ж кофе только выпила, куда ж тебе по коленочке, да? Вы посмотрели, думаю, ладно, все, сказали пить воды, я еще литр осилю, слава богу. Смотрите, девочка опять наполнилась, да? Посмотрите, девочка наполнилась. Вас пригласили. Вот как работает, смотрите, пиво, там, не говорю, вино, шампанское. Посмотрите, что с девочкой. А я уже говорила, это вообще выпила? Вот когда вы начнете с этой девочкой играть и вводить все, что вы пьете, и вы увидите. Я же не говорю, что не надо пить чего-то, что вы пьете, потому что это другая крайность. Все, зомбируйте, я сказала, нельзя пить. Выпей. Ну, если ты выпил 200 грамм текилы коньяка, посмотри, введи, и она тебе говорит, теперь ведро воды выпей. Выпил ты кофе, выпей, но ты не воды выпил. Она тебе говорит, ты не воду выпил, я высыхаю. Поэтому вы поиграйте с собой, чтобы посмотреть, что вы воды не допиваете. Поэтому, когда мне начинают рассказывать, я пропала, не хораллый клуб, мне ничего не помогает. Я пью воды, я говорю, покажи мне. Я пью 2 литра воды, у меня вода. И что еще пьешь? И снова здравствуйте. Поэтому вода водирует. Еще вопросы? Можно подальше? 4-6-16-16-16-16-16. То есть вы смотрите, чтобы промежутков между едой не было 8 часов. И оптимально через 4 еда питание. Ну 6-4-6 не будет. Кушать это залог. А завтрак, извините, это омлет, это каша с маслом, бутерброды. Нормальная, хорошая еда. Яйца, хорошо, не куриные, перепелиные яйца, омлетики. Обязательно масло должно быть. А? А курсы с бутербродом? Пожалуйста. Конечно, а что же не завтрак? Ну пожалуйста, я просто перечисляю. Ну вот вы активизируйте и посмотрите, потому что значит посмотрите, что вы с вечера ели. И был ли у вас, а вот ничего не ела, желчь стоит, потому что организм не вас принимает. Скажите, пожалуйста, мне часто приходится работать с КПН у кошек. Вы у нас в ветеринах? О, придете в субботу? Да, обязательно. Кинушку вам покажу про них. Они не пьют воду, кошки. Ну и не пьют, и потом засили роял Канина и прочего. Вот слышите, что? У котов это вообще трагедия страшная. И вот эта вот комбинация коралловая вода плюс H500 при очень сильной КПН. Очень помогает. Надо сначала понемножку или можно сразу много? Криз будет, да? Нет, ни икриза никакого не будет. Вообще кошку вы не сможете напоить, это только шприцом дозированным. Как капельно, 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 капельно. Вы знаете, какое количество у нас выхоженных этих животных, вот именно с КПН, да? Когда уже, особенно взрослые, если у особи, там за них тоже бьются. И вот просто элементарно через шприц развела туда, перезидозировки не будет, не бойтесь, не бойтесь. Более того, чем она больше будет концентрирована, не разбавлена в объеме, а вот детей так отпаивать, то есть брать на стакан, высыпать пакетик и припивать, 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 припивать. Ну как капельницу ставишь, вообще восхитительно восстанавливать. Разрывать пакетик? Да, можно разрывать пакетик, там форма подачи либо в пакетике, либо без, не имеет значения. Просто когда разорвете, там песок. Ну вот, может, просто технически. Причем мы снимали очень интересные токсикации, какие людям особенно. Прям пакетик коралла при серьезных интоксикации, вот поносы, рвоты, когда там, либо алкогольные интоксикации, в рот высыпать и водой, 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 то есть очень-очень классно. Очень хорошо, спасибо, приходите. Моей подруги немножко, она берет вот этот пакет, она его разрывает и ест. Ест, ест, едят, прямо вот ест. Лапа царезает, кушает, высаживает воду. Да, да, да. Вопросы еще? Да. Да, смотрите, значит, вы давать должны коралл-детокс в полном объеме. Почему повышается давление? Потому что начинает включать периферия, а она забита. Поэтому подключать надо кишечник обязательно, нужно подсоединять ферментов обязательно и припевать, 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 припевать. А что вы делаете людям, которые как бы вот так и не пьют? Как говоришь, надо пить воду. Плак в руки, тапочки, придачи, барабаны, шатик. Ну, почему ты не можешь? Постепенно, постепенно. Плак в руки, барабаны, шатик, придачи, тапочки, придачи. Я говорю, когда ты привезут тебя в реанимацию, будет две ситуации. Либо отольют, либо отпоют. Все. Все. И не спрашивают. Все. Никто не спрашивает. А тут не могу, не хочу. Нет, кто с одного. Время у вас. Своих. Молиться. Пожалуйста. Последние люди пишут, что все-таки пить поломайсер, теплый. Вот я, допустим, заболеваю, я горячую пить, как чай. Ребят, это так индивидуально. Это индивидуально, потому что, ну, есть некоторые моменты, ясно-холодные или ясно-горячие. Потому что, в любом случае, у клеток 36,6 градусов, и если сильно горячо, она охлаждается, а если сильно холодно, включается. Поэтому, оптимальный вариант, он должен комнатной температуры. Ну, и напитки тут, это индивидуально. Оно работает. Поверьте, мои хорошие, все ограничения, которые когда-то вам в голову положили, ну, это а-ля, когда я буду. Очень многие про дозы начинают. Я говорю, почему я стою на столовой ложке, потому что, ну, объем, ну, 12 метров надо же пройти, правильно? Потому что люди, знаете, как я вчера смеялась и говорила, ой, я две капсулы рецитина много. Я говорю, очень много, очень. По пол капсуле через день. И причем так же вот серьезно говорю, не улыбаюсь. Я говорю, кто уже знает меня при колесах, говорю, ну, ты хоть улыбнись, когда скажешь. Потому что они записывают, говорит, а она сказала вот так. Я говорю, ну, как сказать, 10 желтков. И объелся. Я три капсулы рецитина, я говорю, ой, очень много, ой, очень много, надо за мной. Я говорю, у тебя, знаешь, где прямая пешкальция? Позвольте мне, это просто восприятие такое, что люди старшего поколения, они воспринимают это как таблетка. Многие даже говорят, ой, кто видит, а у тебя печень не сядет. Я говорю, да, ну, это питание, это же питание. А я всегда говорю, сядет. В Аэроэкспресс. А, о, спасибо. Смотрите, почему на ночь? Я вас уже витамин. Ну, еще, да? Смотрите, что получается. Ну, здесь могу один раз нарисовать? Ира, вот тут это... Ага, стирается, да? Вот смотрите, у нас все идет по кругу. Все идет по кругу. Жизнь вся по кругу. И у нас есть распределенные часы активности наших органов и систем в разные часы. Так вот, целый день, целый день у нас канал желудка, поджелудочные железы, канал эндокринной системы. То есть все работает днем. То есть, по большому счету, мы с вами действительно живем днем. Ночью мы обязаны рак и спать. И вот в 21 час до 23, вот в этот период вечера, начинает включаться очень интересная система. Я не буду умничать, ну, там, тройное выгреватель, его так называют. Вот, вот там, наверху, регулятор. То есть он включает систему вашего омоложения. Где вы должны лежать? Ну, с любимым под боком. Тут и сексуальная активность еще, секс. Ну, такой хороший секс, как мы раньше говорили. На кровати куча пепла, под кроватью дохлый кот. Что такое? Двое стерлись до пепла, третий умер от зависти. А не как теория потолок, как я вам говорила. Маша, потерпи, ты же, как он в лагере, да? Так вот, не в скайпе, не в интернете. А готовимся все. Попили клетчатки, почистили зубки. Кто помолился, кто покрестился, кто чего-чего-чего. И в кроватку. Пришли омолаживать, там некого. Вы где-то застряли. Телефериал. С 23 до часу ночи, учитывая того, что вы должны уже похрапывать, включается канал печени. С часу до трех ночи включился канал желчного пузыря. С трех до пяти утра включился канал легкого, а с пяти до семи утра включается канал толстого кишечника. Толстого кишечника включили. Смотрите. Почки работают априори, потому что вы пьете воды, и вы не в памперсе. У вас на тумбочке должна стоять вода коралловая, вы припеваете, потому что самое резкое загущение ночью, все сосудистые катастрофы ночью происходят. Поэтому вы не пьете воды, кровь резко сгущается. Посмотрите, кого вы включили. Потому что, да, сердце работает, оно никуда не делается, представьте, но все они работают ночью. И утром по факту отчитываются. На, получи, с пяти до семи. Толстый кишечник включился, и труба позвала. Угу. Они отчитались по факту. А вы кофе выпили. Вы кофе выпили с бутерброда. А этим-то что ничего не дали, да? Не помыли, ничего им не дали. Ни водички не налили. Воды налейте, дайте им помыться. Они же работали всю ночь. А в 23 часа включится канал. А вы к этим уже приготовились, и эти все уже ждут. Не сразу по голове это все прилетело, да? Работники готовые, сытые. Полезные лактобактерии. Пришло весь этот подарок. Сейчас отработаем, разведем, все построим. Поэтому на ночь еду давать, то работает ночью. Зачем днем? Чего три капсулы лицерны? Днем? Три днем, три вечера. Ну, 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 что тебе сказать? Ну, миленький мой. Пью, все, пью Coral Detox, посмотри, не понимает. Не помогает. Стоп. Сколько вчера на ночь выпил клетчатки и какой? Клетчатка это что такое? Все. Зачет не сдал. Вопрос аудитории. Скажите, пожалуйста, к вам приходит человек и каким-то образом говорит, что у него проблема с сахаром, с высоким холестерином. С чего начать? С вами. С вами. Человек увидел вещь в прыщах. Созрело значит, да? Как-то... Невеста вся в прыщах. Созрело значит. Coral Detox. С чего начать? Белые пятна, витилия, экзема, псориаз, нокти, крошет. С чего начать? Coral Detox. Проблемы с инфекцией, часто длительные болеют, дети ушки, с чего начать? Проблемы сердечных, сосудистых, давлений, с чего начать? Я рассказываю... Кто знает анекдот про блох и мальчика в школе? Один скажет, что не знает, я сразу расскажу. Расскажите еще раз. Я же говорю, ой, я не знаю, я же говорю. Даже один скажет, что не знает. Ребенок пришел сдавать экзамен по биологии, а выучил только про блох. Блохи прыгучие, с рожками, с ножками, кусачьи насекомые. Учитель говорит, бери другой билет. Он берет билет, а там рыбы. А он говорит, а он чего не знает? А он говорит, рыбы живут в воде, а если бы они вышли на сушу, у них была бы шерсть, а там бы с нимились блохи, а блохи относятся. Она говорит, или еще билет, там верблюды, ну верблюд вообще ничего не знаю, ну что делать? Ну шерсть же у верблюдови. А если есть шерсть, а блохи-то относятся к отряду насекомых. 26 тысяч диагнозов. С чего начать? корал-детокс. Вот это все там находится, и вот это все. Ага. Наоборот. Вуторбаланс по телефону завели и проверили. Лецитина сколько надо? Четыре утра. Сколько аж 500 надо? Побольше. Не ослепнеет рука дающего, но начни с одной-двух, ну и десять, вы когда-нибудь для проблемы. Сколько ассимилятора нужно? После каждой этой выпил и забыл. И на ночь у столовую ложку. После или до ассимилятора? Как хотите. Может, я тебе подправляю? Нет вопросов? Да. Вообще, автор-производитель, у него есть автор, он вообще не рекомендует высыпать, не потому что это плохо, просто вы теряете в воде энергию, которую может поступить. Потому что пошла токсинность. Хорошо. А и говорите, грязь пошла. Представь, это хорошо, чтобы ты вычистилась. Это очень хороший реплекс поноса рвота. Представьте, сколько там дерьма. Начала пить кровь. Она испугалась. Ну, понятно, испугается. А что? А вы объясняйте. Прежде чем дать, вы объясняйте, что это грязь. Ведь никто не пугается, когда вода грязная, замочили белье. Я так понимаю, вопросов нет. Меня девочка стала пить в коробку тушь и поправилась. Она была очень стройная, она спрашивает, почему. Сколько она пьет люцерны на ночь? Люцерна. То, что она люцерну, может, не пила из-за этого. Да, ох, вот. Ну, если кишечник, то не пить, то, что она. Я хочу вам всем пожелать, вот воистину, чтобы вы осознали, что вы настолько успешные, вот в познании сегодня, то, что вы сегодня услышали, люди не слышат годами и десятилетиями. Этого не предподается ни на одной кафедре, ни на одной медицинской академии. Упаси вас, Господи, прийти и рассказать, вручу сейчас, какому-то скажут, о, все, попался. Закодировали, по ушам проехали, все. Но если им сегодня хоть один человек осознает и пройдет туда, куда тропа не должна зарастать, в вашем прекраснейшем месте, организованном по всем условиям, вы знаете, я не зря к вам приехала, я не зря трубежусь. Я знаю, что вот пока еще